Если вы оказались в Германии и вам необходимо воспользоваться гор электротранспортом, а точнее трамваем, то прежде сесть в вагон, вы постараетесь купить билет, а для этого вам надо обратиться к кассовому аппарату, который находится непосредственно на остановке, но также можно приобрести билет и в самом вагоне. Такой же кассовый аппарат находится и внутри вагона. Различие только в том, что приобретенный билет на остановке надо компостировать в вагоне в желтеньком компостере, а приобретенный билет в вагоне компостировать уже не надо, он немножко крупнее, шире. Как выглядит билет? Вот он, билет. Вот так выглядит билет. Вот так выглядит. Как его купить, приобрести? Мы сейчас с вами проведем эту операцию. Единственное, что я платить не буду. А все остальное я вам покажу. Чтобы проехать в трамвай, надо купить билет. Чтобы купить билет, надо найти вот такой кассовый аппарат. Кассовый аппарат и находится прямо на трамвайной остановке, на платформе посадочной трамвай. Поэтому, если вы вдруг не увидели, не нашли на своей платформе кассовый аппарат, посмотрите на противоположную сторону. Итак, как же мы должны приобрести билет? Подходим к монитору, нажимаем. Здесь вы видите клажочки, языки. Выбираем русский. Украинского здесь нет. То есть вывешены тарифы. Нам нужен проезд на час. Стоимость проезда на час 123 гривны или 3 евро. Мы выбираем проезд на час, на 3 евро. Только один билет нам нужен. Если надо два, мы увеличим корзину и выбираем один билет. Или добавляем два билета. Если мы выбрали нужное количество билетов, дальше оплатить. Оплачиваю. Затем здесь карточка или здесь наличная. Когда проплата проходит, вам выпадает вот в это. В гнездышку выпадает билетик. Вы берете билетик. Билетик. Вот такой. И вот это место компостации. После компостирования на билете указано во сколько вы его купили и когда. Он действительно в течение часа после компостации. Если вы его закомпостировали в 9-15, то в 10-15 он уже не действительный. Так что вот так. Катайтесь на трамвае.